МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На земле и в воздухе, на воде и под водой, в дальнем и ближнем космосе можно встретить вооружение, которое не могло бы появиться без этого уникального научно-исследовательского комплекса. Рассказ о деятельности Центрального аэрогидродинамического института имени профессора Жуковского в фильме «Оружие». В начале 20 века в России образовалось два центра развития авиационной науки в Москве и в Санкт-Петербурге. Лидером и организатором исследований в области воздухоплавания был профессор Московского высшего технического училища Николай Жуковский. Жуковский Николай Егорович, выдающийся русский ученый. Года жизни 1847-1921. Родился в семье инженера, окончил Московский государственный университет, посвятил свою жизнь изучению законов движения воздуха и двигающихся в нем тел. Создатель аэродинамики как науки. Заслуги Жуковского были столь велики, что еще при жизни его называли «отцом русской авиации». Основные усилия Жуковского были направлены на объединение всех ученых-энтузиастов воздухоплавания. Целью этой работы было создание аэропланов на основе последних научных и технологических достижений своего времени. Однако начинания профессора Жуковского долгое время не находили серьезной поддержки. Это привело к существенному отставанию России в развитии авиации и воздухоплавания. Задержало разработку отечественных аэропланов и затормозило создание научных основ в проектировании летательных аппаратов. Идея создания единого центра авиационного проектирования в России вернулись спустя десятилетия. К тому времени власть в стране сменилась. Предложение профессора Жуковского было поддержано главой нового советского правительства Лениным. 1 декабря 1918 года появился декрет о создании Центрального аэрогидродинамического института ЦАГИ. После смерти Жуковского институт возглавил его соратник, академик Чаплыгин. Несмотря на невероятные материальные сложности, ЦАГИ получал финансирование и площади для работы. В тяжелейшее время гражданской войны, хаоса и разрухи руководители страны хорошо понимали, существование сильного государства без развитых науки, техники и технологий невозможно. Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Жуковского один из крупнейших научных авиационных центров в мире. С 1935 года располагается в городе Жуковский, Московской области. В распоряжении института более 60 аэродинамических труб и испытательных стендов для исследования прочности, акустики, аэрогидродинамики и динамики летательных аппаратов. Численность сотрудников – 3700 человек. С первых же дней своего существования институт развернул работы по созданию летательных аппаратов для нужд народного хозяйства страны. Среди первых образцов были аэросани и глиссеры, самолеты. Однако развитие авиации в Советской России тормозилось из-за отсутствия современных легких и прочных материалов. Аэропланы по-прежнему строили из дерева, фанеры и полотна. Поэтому сотрудники Центрального аэрогидродинамического института вплотную занялись этой проблемой. Огромная роль в ее решении принадлежала Андрею Туполеву, который руководил опытным конструкторским бюро ЦАГИ. Был сделан решительный шаг в направлении строительства цельнометаллических самолетов. Первый подобный самолет, АНТ-2, разработанный Андреем Туполевым, поднялся в воздух в мае 1924 года. Через год машина прошла полный цикл испытаний. Исследования в области аэродинамики, прочности конструкций и гидродинамики приобретали решающее значение в развитии авиации. По этой причине экспериментальная база ЦАГИ постоянно расширялась. В 20-х годах были построены несколько новых лабораторий, а также лучшая в мире на тот момент аэродинамическая труба. В ней можно было испытывать не только отдельные элементы самолетов, но и целые фюзеляжи. Мы находимся во второй рабочей части трубы Т-1-2. Диаметр рабочей части 6 метров. Скорость, которая достигается в этой рабочей части, до 30 метров в секунду. Исторически эта рабочая часть, самая большая в то время, в 1926 и далее, самая большая рабочая часть, использовалась как для испытания фюзеляжей самолетов. И одна из основных значений этой рабочей части – это исследование штопорных характеристик. Помимо фундаментальных научных исследований, в Центральном аэрогидродинамическом институте большое внимание уделялось разработке конкретных летательных аппаратов. Здесь же проводились испытания новых моделей опытного конструкторского бюро Андрея Туполева. Определялись недостатки конструкций и пути их исправления. В итоге самолеты АНТ-3 и АНТ-4 показали отличные результаты. В 20-е годы советские летчики совершили на этих машинах несколько выдающихся перелетов в Европе, Азии и Америке. САГИ был создан совершенно уникальный самолет АНТ-25, который совершил, так сказать, великое дело, значит, в развитии нашей авиации. На этом самолете были побиты мировые рекорды дальности. Сперва вот Чкалов перелетел через Северный полюс, но он летел в очень сложных метеоусловиях, поэтому мировой рекорд у него не получился. А вот летевший после него Громов, он побил мировой рекорд дальности. Это крупнейшее событие в мире было. Успехи конструкторского бюро Андрея Туполева в деле создания многих уникальных самолетов определялись весомой научной поддержкой. В Центральном аэрогидродинамическом институте были на тот момент сосредоточены лучшие специалисты по всем направлениям авиастроения. Комплексный подход к вопросам конструирования, строительства и испытаний позволял быстро решать все возникающие проблемы. Благодаря достижениям ученых ЦАГИ, советская авиационная промышленность получила надежный фундамент для развития на многие годы вперед. Одновременно в ЦАГИ приступили к исследованиям в области морской авиации и быстроходных торпедных катеров. Специально для этих целей был построен уникальный гидроканал. Разработки ЦАГИ были востребованы не только военно-воздушными силами Красной Армии. Военно-морской флот СССР испытывал огромную потребность в разработке и строительстве современных гидросамолетов, боевых кораблей малого класса и катеров. В институте развернулись широкие и разнообразные исследования в области гидродинамики. Практические испытания велись на особом объекте. Гидроканал ЦАГИ, точнее опытовый бассейн ЦАГИ, имеет длину 210 метров, ширина зеркала воды 12 метров. Он имеет рельсовый путь шириной 8 метров, который находится на консолях, образованных выступами на бортах Канарова. По этому рельсовому пути движется буксировщик, который может двигать вдоль поверхности воды различные модели различных объектов. Гидросамолетов, катеров, кораблей и так далее. Этот бассейн является в большой степени уникальным сооружением. Особенно он был таковым в 30-е годы. В середине 30-х годов ЦАГИ стал крупнейшим и хорошо оснащенным научно-исследовательским центром. Именно здесь зародились новые направления исследования. Именно здесь были заложены основы создания целых отраслей науки и техники. ЦАГИ занимался всеми вопросами практической авиации. Здесь были собственное конструкторское бюро, подразделения двигателей, лаборатории материалов, авиационных приборов и вооружений. Постепенно крупные направления выделялись в самостоятельные институты. В 1936 году, после начала работы завода опытных конструкций ЦАГИ, КБ Андрея Туполева и завод объединили в отдельную структуру. С этого момента ЦАГИ остался исключительно научно-исследовательским центром. Главным направлением работы были теоретические и прикладные изыскания в области аэро- и гидродинамики. В итоге появились новые научные дисциплины, строились новые специализированные лаборатории. Один из самых монументальных комплексов, новая аэродинамическая труба, был запущен в эксплуатацию в 1939 году. Сопоставимый по возможностям комплекс появился в США лишь в 1956. Крупных исследовательских авиацентров в мире немного. Они есть только в США, Англии, Франции, Германии, Китае, России. Именно эти страны сегодня лидируют в развитии авиации и космонавтики. Во время Великой Отечественной войны институт помогал авиационным КБ в создании новых необходимых фронту самолетов. Благодаря исследованиям ЦАГИ были спасены тысячи жизней летчиков. Главное внимание уделялось практическим вопросам в соответствии с единственно правильным в то время лозунгом «Все для фронта, все для победы». Но не останавливались и фундаментальные исследования, благодаря которым в первые послевоенные годы советская авиация совершила революционный скачок в область сверхзвуковых скоростей. Великой Отечественной войны